Меня зовут Александр Емвелин, я из компании Авито. И сегодня буду рассказывать вам про мессенджер Авито, про его архитектуру. Это проект, над которым я работаю. О чем будет рассказ? Собственно, рассказ будет про особенности бэкэнда мессенджера Авито. Мы еще затронем пограничную область, клиент-сервенный протокол. И в целом попробуем составить общую картину архитектуры мессенджера на примере отправки одного сообщения от одного пользователя к другому пользователю. В контексте Авито один пользователь – это покупатель, второй пользователь – это продавец. В чем, мне кажется, ценность данного рассказа? В том, что мы посмотрим вверхоуровнево на все наши основные концепты, а не какой-то оторванный кусок. То есть вы сможете составить представление о том, как все у нас работает. И часть наших решений может быть очевидна, а часть была выстроена в результате деградации мессенджера. Собственно, даже если вы свой мессенджер не пишете, надеюсь, какие-то решения вы перемете и сможете в будущем применить. Как вообще посмотреть мессенджер в действии? Очень просто. Он доступен в любом приложении Авито мобильном или на сайте в разделе сообщения. В общем-то, мессенджер как мессенджер, похож на лучших представителей жанра. Я думаю, что ничего особенного здесь нет. Еще раз. Покупатель пишет продавцу, они общаются по поводу объявления, по поводу товара, договариваются о сделке. Возможно, в голове у кого-то из вас сидит вопрос, почему Авито делает свой мессенджер, почему не дали возможность указывать в профиле ссылки на какие-то существующие популярные мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram и форсить переписку туда. Попробую ответить на этот вопрос несколькими пунктами. Во-первых, это единая точка входа в переписку. Пользователям не нужно иметь пересечений мессенджеров, установленных на девайсах, которых достаточно много, чтобы начать общение. Следующее – это тесная интеграция с процессами Авито. Интеграция с объявлениями, интеграция с профилями продавцов-покупателей. Кажется, логично. Плюс в мессенджере реализованы некоторые интересные механики вроде Авито-доставки. Это работает как бот-платформа. Возможность не светить свой номер телефона. Классная фича. Когда вы подаете объявление на Авито, сейчас есть возможность указать галочку, что вы будете общаться только через мессенджер. И, соответственно, ваш номер не будет доступен никому, не утечет в какие-то сторонние базы данных. И последнее – данные остаются в Авито. Мы можем их изучать, улучшать, улучшать функционал мессенджера, защищать наших пользователей от каких-то известных мошеннических атак, производить арбитраж какой-то. Например, мы считаем на основе данных среднее время ответа продавца в чате, потом эту информацию показываем. Наша статистика, статистика бэкэнда мессенджера на сентябрь 2019 года. У нас 2 миллиона уникальных пользователей в день, полтора миллиона запросов в минуту к бэкэнду, это RPC-запросы, и 500 тысяч постоянных соединений онлайн в пике. То есть это, как мы в дальнейшем видим, веб-сокет соединения. И 7 тысяч сообщений в минуту генерят клиенты. Как мы к этому пришли? Коротко о том, какой путь прошел мессенджер. Когда-то он был плоским и стоял на двух слонах, и в роли слона выступал PHP Monolith, а сервис PubNap.com выступал для того, чтобы держать постоянные соединения от пользователей, и через него мы рассылали мгновенные реал-тай-модификации. Например, о том, что пришло новое сообщение. Через некоторое время пришло понимание, что мессенджер полезен, пользователям нравится, и мы заменили PubNap.com на самописный сервис на Node.js. А бизнес-логика по-прежнему осталась в PHP Monolith. Node.js в авито не прижился по ряду причин, и в определенный момент все это было переписано на язык Go. Собственно, при этом переписано было на язык Go не только та часть, которая держит соединение от пользователей, а в том числе и бизнес-логика. Бизнес-логика была вынесена в отдельные микросервисы, то есть у нас сейчас микросервисная архитектура, все наши сервисы крутятся внутри Kubernetes, то есть более справедливая картинка будет вот такая. И, в общем-то, помимо Go в нашем стеке есть MongoDB, Redis, RabbitMQ, и подробнее их роли мы коснемся по ходу сегодняшнего рассказа. Пойдемте дальше. В общем-то, сейчас мы готовы смотреть на актуальную архитектуру мессенджера. Вот так она выглядит, это то, о чем мы сегодня будем говорить. По ходу рассказа я буду подсвечивать элементы цветом, о которых буду рассказывать. Ну и вот, собственно, первые элементы, вот эти, если мы провалимся внутрь, первый сервис в нашей цепочке, который работает уже внутри Kubernetes, это сервис сокет так называемый. Этот сервис наружу не смотрит, он прикрыт внешним Nginx-балансером, и, собственно, каждый пользователь, который пользуется мессенджером, устанавливает веб-сокет соединения с сервером. Вы можете видеть здесь, что у нас не только веб-сокет используется протокол для общения с клиентами, но еще и HTTP. Мы об этом тоже будем говорить. Напомню, да, что такое веб-сокет вообще. Это полнодуплексное соединение между клиентом и сервером. Используется тогда, когда нужно общаться, обмениваться сообщениями в реальном времени очень быстро в двустороннем режиме. Собственно, начинается веб-сокет соединения с HTTP-запроса на сервер. Это так называемый апгрейд соединения. Сервер и клиент обмениваются специализированными сголовками. И после успешной обмены у нас получается TCP-сессия чистая между клиентом и сервером, по которой гуляют фреймы веб-сокет протокола. То есть веб-сокет протокол – это фреймовый протокол, и мы как программисты можем пересылать по веб-сокет протоколу как бинарные, так и текстовые данные. Вообще веб-сокет достаточно эффективный транспорт, и у него небольшой ворхед над чистой TCP-сессией за счет своего фрейминга. Он добавляет всего 2-8 байт в зависимости от типа фрейма к вашим данным. И часто решающим фактором, почему используют веб-сокет, является то, что он нативно работает из браузеров. Это очень удобно. Веб-сокет, собственно, кросс-платформенный, доступен на всех, для всех языков в библиотеке есть. Это наш график за 3 июльских дня. Веб-сокет подключения, собственно, большая часть приходит здесь к мелкому, как есть, расскажу. Большая часть приходит из десктопных браузеров, потом мобильное Android-приложение, дальше iOS-приложение. Давайте попробуем как-то уже начать суммировать функции первого сервиса на этом этапе. Это аутентификация пользователей. Здесь мы аутентифицируем пользователей, только зарегистрированные пользователи могут пользоваться мессенджером Авито. Для этого мы ходим в сторонний сервис и по идентификатору сессии проверяем, что это за пользователь к нам пришел. Как я уже сказал, он держит веб-сокет соединения и принимает RPC-запросы от пользователей. RPC-запросы. У нас используется JSON-RPC-протокол между клиентом и сервером. В общем-то, это, например, получение каких-то данных для отображения, список сообщений, список чатов. И также сервис сокет ответственный за то, чтобы подписываться на нашу шину в реал-тайм-нотификации и слушать входящие асинхронные уведомления пользователям. Например, кто-то написал сообщение, вот оно приходит в сервис сокет через шину реал-тайм-нотификации и отправляется к клиенту, который сейчас подключен. В общем-то, про шину реал-тайм-нотификации мы будем подробно говорить в конце. Однако в 2019 году они все пользователи могут соединиться с веб-сокетом по-прежнему. Почему? На самом деле мобильные нативные клиенты проблем не имеют с подключением. Основном это касается браузеров. Мало того, что пользователи по-прежнему используют интернет-эксплойер 8-й, 9-й, есть корпоративные пользователи, у которых работодатель ставит на машину доверенный рутовый сертификат и таким образом имеет возможность перешифровывать на уровне своих прокси даже TLS-трафик. Собственно, и так делают, так делают многие компании. Почему они так делают? Либо там старое программное обеспечение на проксе, которое режет веб-сокет-трафик, либо они делают это намеренно, не знаю, но такое встречается. Плюс есть браузеры, браузерное расширение, которые также блокируют веб-сокет-трафик на определенные домены. Собственно, как мы решили проблему? Мы используем фоллбек, HTTP. В случае с мессенджером это просто HTTP-полинг, периодические запросы раз в 10 секунд за теми нотификациями, которые пользователь пропускает. У нас 1% пользователей на HTTP-фоллбеке, поэтому такой компромисс для нас плюс-минус оправдан. В общем-то, да, сервис-сокет обрабатывает RPC-запросы от HTTP-фоллбека. Вообще на таком количестве RPC, как выяснилось, очень сложно заметить невооруженным взглядом какие-то аномалии в поведении пользователей. Мы долгое время тоже не замечали. Но как-то дошли руки, мы померили, сколько запросов приходит от каких-то пользователей и поняли, что у нас масса паразитного трафика. Откуда этот паразитный трафик берется? Ну, во-первых, это предприимчивые люди, которые пытаются использовать мессенджер не по назначению, для своей какой-то личной выгоды. А во-вторых, это баги в наших собственных клиентских приложениях, которые иногда приводят к пиковому количеству запросов к каким-то нашим ручкам. Это приводит к пиковой нагрузке на базу данных, какие-то ручки, какие-то ручки приводят к пиковой нагрузке на другие сервисы. Наши зависимости зависят от типа ручки. Ну и, в общем-то, на этом уровне мы еще внедрили троттлинг. В общем, всем советую, на самом деле, посмотреть на очень крутую статью от stripe.com, как они делали свой троттлинг. Мы используем точно такой же подход, слегка модифицированную версию их алгоритма. Токенбакет – это алгоритм, который чаще всего используется для троттлинга. Он переживает всплески какие-то временные в трафике. И, в общем-то, мы используем троттлинг. У нас используется редис шардированный. Там выполняется ла-процедура. Вот по вот этим ссылочкам, потом презентация будет доступна, вы сможете найти как статью, так и имплементацию практически целиковую. Работает как часы, на самом деле. Так что еще одна функция – это троттлинг RPC. Ну и, собственно, этот сервис является такой тонкой оберткой, прокси, сервисом, который терминирует веб-сокет соединения, принимает RPC, и дальше он проксирует эти RPC следующему сервису в цепочке уже по HTTP протоколу. Следующий сервис в нашей цепочке называется сервис-агрегатор. Он, собственно, содержит бизнес-логику. Делает все необходимые запросы в сторонние сервисы, так называемый API Composition выполняет, формирует ответы клиентам согласно контрактам с клиентскими приложениями. Ну и, наверное, что самое интересное, на этом уровне у нас Graceful Degradation реализован. То есть, если какие-то внешние зависимости мессенджера, например, сервис объявлений или сервис пользователя Авито недоступны, то мессенджер продолжает работать, сервис-агрегатор хендлит эту ситуацию и временные заглушки формирует. На самом деле это классная тема, потому что, когда большой Авито лежит, мессенджер продолжает работать, и люди по-прежнему могут переписываться. В случае отправки сообщения от одного пользователя к другому, все, что сервис-агрегатор делает, это идет в следующий сервис, который называется сервис DB API. Этот сервис уже является оберткой над нашей основной базой данных и, собственно, сохраняет туда данные. Давайте откроем еще один элемент на этой схеме. это MongoDB. Собственно, если говорить о MongoDB, то у нас используется 8 отдельных реплика сетов, которые ничего друг о друге не знают. То есть мы используем клиентское шардирование и виртуальные бакеты для того, чтобы распределять данные по пользователям, по шардам. Шардим по юзер-айди. У нас Криштиану Роналду еще на Авито не торгует, поэтому шардинг по юзер-айди в принципе работает хорошо. Какого-то перекоса в сторону одного пользователя нету и, собственно, вполне себе хорошая схема. Тут появляется любопытная особенность нашей системы. Это то, что мы для каждого пользователя, покупателя, продавца храним копию всех его данных по переписке. Данные — это список чатов, список сообщений, которые ему доступны. Это значит, что одно сообщение, которое отправляется, на самом деле копируется в два шарда. В первый шард, который принадлежит покупателю, и в второй шард, который принадлежит продавцу. Мы будем смотреть, что нам это дает, но первое, наверное, самое прозрачное преимущество — это то, что благодаря такой схеме при запросе, при чтении данных из базы нам не нужно собирать данные из разных шардов. Мы идем в один шард и отдаем пользователю все данные, которые у него есть. Плюс это достаточно гибко. Мы можем сохранить пользователю, одному пользователю шард данные, а другому слегка модифицированные данные. И, собственно, что нам это дает, и как мы это используем, мы еще тоже сегодня посмотрим. Понятное дело, что это приводит к избыточности данных. Ну, об избыточности мы еще поговорим после. В общем-то, сервис сохраняет в базе данных, но на данном этапе, на этапе синхронной обработки RPC-запроса, вот этой цепочки, мы данные сохраняем только в шард отправителя сообщения. Собственно, почему мы сохраним шард отправителя? Потому что нам нужно добиться консистентности. Отправитель отправил сообщение, он следом может запросить историю сообщения и ожидает, что вот это сообщение уже в среде истории его есть. А вот в шард получателе мы сообщения сохранять не спешим. Что мы делаем? Это публикуем пару событий в RabbitMQ. Одно принадлежит… Одно событие говорит о том, что вот есть новое сообщение первому юзеру, второе событие говорит о том, есть новое сообщение второму юзеру. Публикуется в RabbitMQ. Успешно опубликовали, отдали синхронный ответ «Ок» отправителю сообщения, он получает «Ок», у него рисуется галочка в интерфейсе, сообщение отправлено. В этот момент у нас появляется еще RabbitMQ. Собственно, RabbitMQ развернут как отказоустойчивый кластер из двух машин. У нас настроены политики отказоустойчивости для точек обмена, эксченжа и для очередей, которые там хранятся. Еще один сервис, сервис DBStore, вычитывает события из RabbitMQ и благодаря этому может асинхронно обрабатывать события. Собственно, асинхронно он обрабатывает события, те, что мы опубликовали о новых сообщениях. Ну и на самом деле любые другие события, которые мы не хотим обрабатывать на синхронной стадии, когда пользователь ждет успешного ответа, мы можем через Rabbit переслать в этот сервис. В данном случае он получает те события о сообщениях, в этот момент сохраняются данные в шарт получателя, и после этого сообщения публикуются в нашу шину реалтайм-нотификаций. Как отправителю, так и получателю вот в этот момент. Собственно, как вы можете видеть, действия у нас здесь могут отвалиться в любой момент. Причем мы не можем уже вернуть ошибку. Это асинхронная обработка. Мы юзеру сказали, что твое сообщение отправлено, значит мы его должны доставить. Поэтому если что-то пойдет не так, нам нужно довести работу до конца. Мы делаем ретраи. Собственно, ретраи у нас организованы на основе того же самого RabbitMQ. В RabbitMQ есть фича у очередей, которая называется DLX, это Dead Letter Exchange, и TTL. Это время, через которое сообщение, если его не вычитал консюмер, будет сваливаться в указанный Dead Letter Exchange. Собственно, мы делаем систему каскадных очередей, у каждой из которых экспоненциально увеличивается TTL. И если что-то идет не так при обработке события, мы кладем сообщение в ретраи очередь, в первую. Увеличиваем при этом каунтер в теле события, чтобы если второй раз что-то пошло не так, мы потом по каунтеру поняли, что нам надо в следующую очередь класть. И вот так вот по кругу идут ретраи, пока в сервисе операция успешно не завершится. Но эти операции нетранзакционные. Может быть, мы сохранили данные в шарт получателя, но при этом отправка в шину реал-тайм-нотификаций не отработала. Тут мы пользуемся демпотентностью операции, стараемся вообще в мессенджере как можно больше операций сделать демпотентно, чтобы в случае ретраев у нас ничего не разваливалось и юзер-экспириенс не портился, чтобы дубликаты сообщений не прилетали на экран пользователя. Например, следующая операция у нас демпотентная – это сохранение сообщения в MongoDB. Мы по идентификатору смотрим, и если идентификатор совпадает, то мы просто реплейсим запись. И на клиентских приложениях мы также демпотентно обрабатываем входящие нотификации, также смотрим на айдишники. Если пришло две одинаковых нотификации, клиенты их мерзжат, и дубликаты сообщений не показываются. Благодаря этому юзер-экспириенс не страдает, и у нас есть ретраи, которые вынесены из процесса приложения в отдельную RabbitMQ систему. Собственно, мы внутри процесса, в памяти не ждем, не откладываем обработку следующих событий, консьюминг следующих событий, которые есть в основной очереди RabbitMQ. Ретраи просто случится через какое-то время по тому же самому сценарию. Антиспам. У нас есть троттлинг, да? Как я говорил, но троттлинг – это не защита от спамеров. Конечно, в любом мессенджере должен быть антиспам. И у нас мы не исключение. И антиспам на самом деле очень интересная тема, которой мы в последнее время стали уделять большое внимание. Наша система антиспама основана на обученной модели машинного обучения, data science и так далее. Но не эта тема. Хоть это интересно, это все-таки не тема сегодняшнего рассказа. А я хочу рассказать о том, как антиспам вписан в архитектуру мессенджера. Если вы внимательно смотрели, вы могли заметить, что мы пропустили один сервис на вот этой цепочке. Это так называемый сервис в мидалуаре. На самом деле сервис в мидалуаре – это еще одна стадия пайплайна на этапе обработки сообщения, на этапе прохода сообщения через RabbitMQ. То есть сервис в мидалуаре встревает в этот процесс и до того, как сообщение свалится в сервис DBStore, вычитывает сообщеньки из Rabbit. При этом напомню, что он вычитывает эти сообщеньки и данные еще не были сохранены в шарт получателя и нотификации в реалтайм еще не были отправлены. В этот момент мы имеем возможность сходить в антиспам и проверить сообщения. Собственно, мы это делаем. Мы идем в сервис антиспама и в случае, если сообщение является спамом, помечаем данные флажком специальным, на который уже сервис DBStore опирается. В общем-то, интересная особенность здесь, то, что у сервиса в мидалуаре есть ограниченное время на обработку сообщения. Это достигается той же самой схемой с DeadLectorExchange и TTL в очереди. Только там одна очередь. Если сервис антиспама недоступен, то в этом месте мы тоже делаем graceful degradation и сообщения на самом деле достигаются. Достигают сервис DBStore и отправляются пользователям. Собственно, функция сервис в мидалуаре, то, что я рассказал, это первое. А второе, то, что мы постфактум также можем проверять сообщения на спам. Но, наверное, это уже вне сегодняшнего рассказа темы. Если кому-то интересно, потом расскажу после. Давайте перейдем, наверное, к самой интересной для меня личной теме. Это шина real-time нотификаций наша. Это еще один квадратик. Вот он красный появляется. По большому счету он замыкает круг, круговорот сообщения в нашей архитектуре. Сервис DBStore публикует real-time нотификации. Сервис сокет, как я говорил, подписан на них и перенаправляет их уже пользователю. Человек получает сообщение через бипсокет-соединение, оно отрисовывается на экране. Соответственно, у нас эта схема основана на Redis и называем мы ее внутри сокстрим. Давайте вообще посмотрим, какие требования у нас есть к этой real-time шине. Первое – это мгновенная нотификация о событиях. Мы мессенджер, мы хотим доставлять сообщения пользователю как можно быстрее. Второе – это хранение горячего кэша сообщений в течение retention периода. В чем здесь смысл? Зачем нам внутри шины хранить кэш сообщений? На самом деле две причины. Первая – это для реконектов. У нас 500 тысяч пользователей онлайн и у нас вебсокет-приложение. Вебсокет-приложение stateful, то есть когда пользователи реконектятся, они могут это делать массово, в результате чего? Например, внешний Injunx Balancer релоудит свой конфиг. Или мы перераскладываем наш сервис сокет. Соединения рвутся, 500 тысяч соединений, лавины идут на наш бэкэнд. В общем-то, а что делать? Ведь это пиковая нагрузка на нашу базу данных. Клиенты хотят проверить, а не потерял ли я какие-то сообщения, пока был оффлайн. Собственно, чтобы эту нагрузку убрать, мы используем шину real-time мотивикации как горячий кэш сообщений, который мы можем использовать, чтобы при реконекте юзера восстановить ему состояние. Также кэш сообщений внутри шины real-time мотивикации используется нами для HTTP фаллбека. То, о чем я рассказывал, мы раз в 10 секунд забираем пропущенные сообщения как раз из вот этого горячего кэша. Собственно, retention период, в течение которого этот кэш должен храниться, должен удовлетворять каким-то нашим бизнес-требованиям. У нас сейчас выставлен retention период 5 минут, нам этого достаточно. Мы хотим at least once доставку сообщений в этом месте в пределах retention периода. Мы не хотим в этом месте терять сообщеньки. И наша шина real-time мотивикации должна поддерживать огромное количество топиков, подписок от пользователей. Собственно, каждый пользователь, который приходит в мессенджер, подписывается в шине real-time мотивикации на свой собственный канал, свой собственный топик. Пользователей у нас сейчас полмиллиона. будет, наверное, больше. Собственно, этих топиков масса. Плюс эти топики должны быть эфемерными, потому что пользователи приходят, пользователи уходят. Это не какая-то один раз конфигурированная система, где конфигурация этих топиков постоянно. Нет, они эфемерные, они постоянно динамично меняются. Как было, когда я пришел в Авито, в юнит мессенджер, в качестве шины real-time мотивикации использовался RabbitMQ. И не сказать, что это плохое решение. Вот все гарантии были соблюдены, и каждый пользователь, когда приходил, устанавливал, создавал в Rabbit отдельную очередь свою, и все работало. Однако это плохо масштабируется. На 100 тысячах пользователей в мессенджере Авито уровень федерации RabbitMQ, забыл сказать, что у нас используется не просто Rabbit, а уровень федерации RabbitMQ. То есть, по большому счету, это слой инстансов Rabbit, отщепленных от того основного Rabbit, который я показывал до этого. И вот на отдельном слое федерации Rabbit создавались очереди, принадлежащие пользователям. На 100 тысячах пользователях мы видели следующую картину. Брокер, уровни федерации Rabbit потребляли 70 CPU ядер и 80 гигабайт рам оперативной памяти. Это очень много. И на самом деле все это разваливалось без видимой причины. RabbitMQ написано на Ирланг. Я не знаю Ирланг. В компании никто не знает Ирланг. В логах ничего нет. Как расследовать, не знаем. Поэтому только рестарт нас спасал. Но так вышло, что последние 6-7 лет я являюсь автором open source сервера Centrifuga. Единственный мой вопрос к вам за сегодня, наверное, будет а кто слышал про Centrifuga? Можете руку поднять? Я плохо вижу, попрошу моих коллег потом озвучить мне это количество рук. Что такое Centrifuga? Это open source сервер real-time сообщений. По сути, это отдельно стоящий сервер. Ой. Так. По сути, это отдельно стоящий сервер, на который приходят пользовательские коннекты. И этот сервер предоставляет вашему приложению API для того, чтобы какие-то real-time модификации пользователям публиковать. Это очень крутая схема для проектов, у которых нет встроенного конкаренси. На питоне вы пишете, на джанге, вы не можете использовать конкаренси, оно не поддерживается в языке. Джанга не умеет асинхроншенную, если только вы не затащите в нее специализированный фреймворк, который называется Django Channels, но это по большому счету костыли. Вот такая схема хорошо вписывается в микросервисную архитектуру, вы возлагаете коннекты на отдельно стоящий сервер. Ну и, в общем-то, что можно сказать о центрифуге? У нее WebSocket протокол используется для общения с клиентом есть фоллбэк, SOC.js, популярный фоллбэк для WebSocket. В качестве протокола используется JSON или protobuf, можно выбрать. Это pubsub-сервер, через него, через центрифугу можно вызывать RPC вызовы, делать RPC вызовы. Есть presence информация, это информация о том, находится ли сейчас пользователь онлайн или нет. И далее идут немаловажные для нас пункты. Это кэш сообщений в каналах. То есть центрифуга умеет хранить тот кэш, о котором я рассказывал. И она скейлится до миллионов соединений благодаря Redis и консистентному шардированию Redis. В общем-то, если кто-то был на моем докладе на galang.conf конференции месяц назад, то я там рассказывал, чего можно добиться с центрифугой, приводил результаты бенчмарков внутри кубернета с миллионом соединений. Потом можете найти эту информацию или меня найти после доклада. Я подробно расскажу о цифрах. И, собственно, моя первая мысль, когда я пришел в Авито, как круто было бы затащить вместо тяжеловесного Rabbit легковесную центрифугу. Центрифугу, кстати, на гон описан. Но по ряду причин, потому что клиент-сервный протокол у мессенджера был уже другим. Какие-то есть особенности. Затащить целиком центрифугу не получилось, потому что это полный рефакторинг всех наших клиентов по большому счету. Но получилось затащить Redis Engine центрифуги, то есть движок из центрифуги, который отвечает за работу с Redis. И мы затащили это внутрь мессенджера ВИТа, назвали полученную систему SockStream. И сейчас SockStream у нас стало так. Все необходимые гарантии шины, о которых я говорил, соблюдены. Вместо 70 CPU у нас стало 0,3 CPU. То есть это x210 раз прирост по сравнению со схемой с Revit. Полтора гигабайта RAM на 100 тысяч соединений. Это тоже там 50. Большой прирост по сравнению с 80 гигабайтами. Сейчас у нас стало 500 тысяч соединений. есть возможность масштабироваться как минимум на порядок. Мы делали бенчмарк. Я думаю, что мы без проблем достигнем цифры 5 миллионов пользователей, 10 миллионов пользователей. Вот дальше уже, скорее всего, будут проблемы, потому что это начинается неизведанная область и что там за 10 миллионами пользователей, я пока не знаю. Но кажется, что 10 миллионов пользователей это такая далекая цель и большому количеству интернет-проектов хватит этой цифры. это все безболезненно шардируется. Мы добавляем редис, который на самом деле отказоустойчивый редис с сентинелем, то есть high availability там поддерживается. Добавляем новый такой инстанс редиса и так как это используется для горячего кэша стрима сообщений, ничего не ломается. Нам не нужно решардить данные в этом месте с одного инстанса редиса на другой. Клиент просто получит ошибку при попытке восстановить сообщение из горячего кэша. Он пойдет в нашу основную базу данных и догонит состояние из нее. Но это только в момент решардинга, который очень редко происходит. Время публикации 1 миллисекунда в 99% за счет того, что редис чертовски быстр. 2500 в секунду мы сейчас публикуем различных нотификаций. И мы получаем реконнект всех наших пользователей за пару секунд совершенно безболезненный благодаря тому, что редис имеет очень эффективный протокол. Мы используем пайплайнинг, чтобы общаться с редисом и за один запрос делаем на самом деле как можно больше запросов к редису и в том числе мы делаем подписки батчами, то есть переподписываемся на подписки клиентов, многих клиентов за один раундтрип к редису. То есть в этом месте очень эффективный слой и реконнект очень быстрый. В общем-то плохо возможно видно, мне по крайней мере. Так было с RabbitMQ и это пример раскладки сервис сокета удачный. Я выбрал удачный, потому что стыдно показывать неудачный. Там времена доходили до 15 секунд и так далее. 99 персентиль. А вот так вот сейчас выглядит раскладком сокета, когда у нас 500 тысяч коннектов. Совершенно бесшовно для клиентов, они ничего не замечают. Чуть-чуть расскажу про PubSub и MessageCache, о котором я говорю, про кэш сообщений, как это работает. Достаточно запутанная схема, на первый взгляд, попробую пояснить. Вот у нас есть два пользователя, они приходят на сервис сокет. Нас интересует нижний пользователь User43. Оба пользователя подписываются на каналы в Redis, через PubSub. И собственно все это работает через одно соединение с Redis. Происходит какое-то событие, мы публикуем нотификацию, вот в правой части там звездочка. В этот момент мы за один раундтрип в этот момент мы дергаем луа процедуру в Redis, которая нам за один раундтрип позволяет сделать две вещи. Первое это сохранить нотификацию в горячий кэш. Это структура данных лист. У каждой нотификации есть инкрементальный номер, который увеличивается в Redis от Amarna. Мы делаем лист ограниченного размера, выставляем expiration, так, чтобы память не утекала. И после этого мы публикуем сообщение в PopsApp. Если пользователь активен, ему приходит через PopsApp нотификация и в общем-то это происходит моментально. Redis PopsApp очень эффективный. Окей, тут возможно у кого-то возник диссонанс. Вам нужна это лист once, а вы, ребята, используете PopsApp Redis. То есть мы знаем, что PopsApp это most once доставка сообщения PopsApp в Redis. Почему это most once? Потому что, во-первых, сообщение в любой момент может порваться, и когда соединение с Redis PopsApp переустанавливается, все сообщения будут пропущены. Во-вторых, во-вторых, в том же Redis PopsApp буферы ограниченного размера, на самом деле много, 16 мегабайт, но какие-то сообщения могут даже незаметно для вашего приложения дропаться, а вы о них не узнаете. Собственно, что мы делаем? На самом деле мы внутри сервиса сокет для каждого коннекта, для каждой структуры данных, принадлежащих к коннекту, храним оффсет каждого оффсет клиента в стриме. То есть мы этот оффсет получаем в тот момент, когда пользователь приходит из того же Redis получаем. Каждый раз, когда прилетает новая нотификация, мы проверяем, что номер новой нотификации из PopsApp валиден. То есть он плюс один от того, что есть сейчас у клиента. Также новые нотификации могут долго не прилетать. Поэтому мы периодически синхронизируем состояние клиентского соединения, самостоятельно ходя в Redis и спрашивая, а вот такая позиция правильная у клиента? Если правильная, оставляем. Если неправильная или в случае любого несовпадения на этом этапе, мы соединение закрываем. Вернемся вот к этой схемке. Соединение закрыли, но клиенты наши каждый раз, когда получают входящую нотификацию, сохраняют ее инкрементальный номер у себя. И при реконнекте они восстанавливают сообщение с того номера, который им реально дошел физически. И, собственно, вот теперь, когда мы закрываем соединение в этот момент, клиент реконнектится и восстанавливает все пропущенные сообщения из кэша. Пара недостатков нашей архитектуры. Они есть, до совершенства далеко. Во-первых, это избыточность хранимых данных. Мы копируем сообщения. У нас x2 избыточность. Это не очень круто. Для текста, наверное, это терпимо. И это терпимо до тех пор, пока у нас переписка в мессенджере Авито есть между двумя пользователями. Если вдруг по бизнес-требованиям мессенджер Авито потребует сохранить переписку супергруппы, суперчаты, где 100 тысяч пользователей в одном чате, такая схема уже не очень подойдет. Скорее всего, такие чаты мы будем хранить отдельно и будем работать с ними отдельно как-то. Это будет новая сущность. И также порядок асинхронной обработки событий не гарантирован. Мы видели, что у нас есть система ретраев на стадии асинхронной обработки. Это может привести к тому, что события будут обрабатываться в таком неизвестном вам порядке. Для нас это больших болей не вызывает. User Experience у нас не страдает. Возможно, нам повезло. Возможно, благодаря идемпотентным операциям, которые мы повсеместно используем. Но для вашего юзкейса вам следует задуматься, а нужен ли вам тут порядок железно. Его на самом деле можно добиться. То есть мы могли бы заменить кавку, о, кавку говорю, а рэббит на кавку. Собственно, в кавке есть партицирование, и мы можем события, принадлежащие одному User ID, железно обрабатывать в правильном порядке. Но мы так не делаем. Для нас текущая схема работает неплохо. Выводы. И демпотентность наше все. Собственно, старайтесь делать как можно больше операций демпотентными в условиях микросервисов, несовершенной сети, временной недоступности ваших сторонних зависимостей. Вы будете делать ретраи. Собственно, это единственный способ добиться стабильности, надежности, высокого SLA вашей системы. Демпотентность. RabbitMQ позволяет сделать некоторые крутые паттерны обработки сообщений. Благодаря фичам Dead Letter Exchange и TTL. Почитайте, посмотрите. Собственно, я рассказал, где у нас это используется. Добиться упорядоченной обработки можно событий в распределенной системе, но, собственно, это сложно, это всегда компромисс какой-то. Протоколы и логика движения сообщений в системе важнее языка программирования. Я почти ничего не говорил про ГО. И на самом деле не важно, какой у вас язык. Вы пишете на питоне микросеросоке и замените все на питон, все будет работать. А вот протоколы, порядок передачи сообщений, вот что важно. WebSocket отличный транспорт для общения с клиентом, но даже сейчас, в 2019 году, вам по-прежнему нужен fallback. обеспечить вашим пользователям доступ к основному функционалу вашего приложения. Это то, о чем я говорил, это graceful degradation, вот у нас она есть в нескольких местах, возможно, в некоторых местах ее еще нет и нам ее стоит добавить, это важно. Если у вас похожая задача, посмотрите на центрифуга, доступна на гитхабе, гуглится слегка. Мне кажется, она может вам помочь. Собственно, все, это так можно со мной связаться. Если у кого-то есть вопросы, самое время их задать. А тебе можно написать через чатик авито? Хороший вопрос. На самом деле, у нас сейчас в авито происходит общение между покупателем и продавцом по объявлению, но в будущем возможно появятся юзер-ту-юзер переписки и есть такие планы. Вообще круто было бы лайфхак. Ты постишь на авито товар, который ты продаешь просто high-low 2019 и тогда все приходят и пишут тебе в чатик. Вопросы начинаем с Москвы, потом смотрим, что есть в Петербурге и Новосибирске. Пожалуйста, поехали. Здравствуйте. У меня три мелких вопроса. Спасибо Первый. Каким образом производится шардирование по юзер-ид? Какая формула? Остаток отделения дает нам номер виртуального бакета, который принадлежит одному из восьми реплика сетов, которые у нас в Монге есть. А делаете вы балансирование данных между шардами? Если шард новый добавляется? Про Монго DB разговор? Мы делаем решардинг раз в сколько-то лет с запасом и собственно в момент решардинга мы подключаем еще один реплика сет, который вытягивает данные существующего полностью и затем перераскладываем код с новым распределением виртуальных бакетов по шардам. Окей, спасибо. Вы сказали, что у вас полная дымпатентность и она достигается за счет идентификатора сообщений, нотификации и всего остального. Если пользователь вам прислал два сообщения с одним и тем же идентификатором, ну естественно там реплейс, как вы сказали. Как генерируется айдишник сообщения? На самом деле у нас два айдишника, один генерируется клиентами, другой генерируется на сервере, клиенты генерят рандом айди при отправке и на сервере мы также при первом получении генерируем еще один айдишник. То есть у нас два айдишника, один с клиентов, второй с сервера и вот мы их используем как ключи. Спасибо. Следующий. Дальше Питер. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я возможно пропустил, но я не очень понял, как у вас происходит механизм помечания того, что сообщение доставлено получателю. Ведь у вас там две галочки в интерфейсе, вторая рисуется, когда оно реально доставлено и получается, что должен быть точно такой же обратный путь через RabbitMQ с таким же PubSub и так далее. Да, работает все точно так же. Спасибо за вопрос, на самом деле очень хороший. Подчеркну, что это вот я рассказывал на примере просто изначальной отправки сообщения. Конечно, у нас еще масса функционала, которые остались за рамками. Это и пуши мобильные, когда человек не онлайн. Это и статусы доставки и прочитанности сообщения. Это все есть, это работает примерно так же. Ты человек прочитал сообщение, с клиентского девайса влетает RPC, ну и дальше примерно такая же цепочка со своей логикой происходит и нотификации по такому же пути достигают другого пользователя. Ребята, в Москве вы сейчас спикеры в дискуссионной зоне вот здесь прямо на выходе поймаете и все ему, все у него спросите и выведаете, тем более, что шепотом можно даже и НДА подслевать. Теперь Петербург и Новосибирск. Внимание на экран. Питер, задайте вопросы, пожалуйста. Доброе утро, Москва, добрый день, Новосибирск. У нас первый вопрос от Дениса. Ой, я прям вижу, кому удобно. Спасибо за договор, очень понятно. Спасибо. Вопрос. У вас не было проблем с веб-сокетами, когда вы их сервера завернули через кубернетус и, видимо, там еще в докер. Не было таких вот кубернетусов? Там есть свои нюансы на самом деле. То есть в нашем случае был нюанс такой интересный. У нас кубернетус, снаружи кубернетус, чтобы попасть внутрь кубернетус, обычно мы ходим через ингрессы. Ингрессы в авито, в кубернетус основной используют инжинкс. И, собственно, каждый раз, когда состояние сервисов внутри авито меняется, появляются новые сервисы, передипловываются, конфиги инжинкс релодятся. Это происходит очень часто, это происходит постоянно. У нас миллионы сервисов, хотел сказать. Много сервисов. И, собственно, если ходить в кубернетус через такой ингресс и использовать при этом веб-сокет, то к соединению будут постоянно рваться. Мы ходим внутрь кубернетус через нот-порты. Это нам позволяет в обход ингресса попадать на сервис сокет. Ну, вот такой нюанс могу рассказать. Что-то еще, наверное, на ум не приходит. Денис, есть второй вопрос, да? Да, есть еще один вопрос. Уже от Николая. Прошу. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Есть ли у вас какое-то время хранения сообщений, соответственно, подразумевается ли оно? И если нет, то насколько у вас рассчитано, какова у вас величина монги, соответственно, и что будете делать, когда он закончится? Или вы как раз добавляете новую мощность и решардируете все несколько лет? Спасибо за вопрос. Сообщения сейчас хранятся вечно, то есть навсегда мы его сохраняем. Данных у нас не так много сейчас, потому что это текст. 5 терабайт. Ну, хотя для кого-то это может быть много. Для нас мне кажется, это не так много. 5 терабайт данных, собственно, когда место заканчивается, мы делаем решардинг, добавляем новые монги. Так и живем. Спасибо. Петербург, Новосибирск. Задайте, пожалуйста, ваши вопросы. Там. Да, привет. У нас есть вопрос. Алексей. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Я понимаю, у вас статический контент загружается отдельно и хранится где-то на сервере. И такой вопрос в связи с этим. У вас, получается, формируется просто уникальная ссылка, а потом отдается пользователю. И происходит ли какая-то авторизация для получения контента по этой ссылке. И вы храните, получается, весь этот контент вечно. Все видео и фото. Смотрите, у нас начался конкурс. Кто удобнее всех сидит, задавая вопрос. Поэтому в Москве, ребята, тоже, когда задаете вопрос, принимайте какую-нибудь классную позу. Пожалуйста. Если я правильно понял вопрос, речь про картинки, наверное, да? Например. Да, мы загружаем картинки в отдельное хранилище. У хранилища, в которое мы загружаем, есть конфиг. Есть время жизни этих картинок. Но я не могу сейчас вспомнить, какой у нас выставлен для картинок мессенджера. Картинки хранятся там. Есть идентификатор. Картинки, которые нам отдает хранилище, мы сохраняем в базу данных мессенджера идентификатор. Собственно, потом есть идентификатор и секретный ключ, трудноугадываемый. Когда пользователь запрашивает картинки, мы преобразовываем идентификатор и секретный ключ через сервис хранения картинок в реальные URL-адреса. Да, вот так вот. Ну и Сибирь, спасибо за вопрос. Петербург, спасибо. Москва, спасибо. Саша, спасибо тебе большое за доклад. Спасибо. Отлично. Аплодисменты все твои. Спасибо. Продолжение следует...